Здравствуйте, 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 уважаемые дамы и господа. Мы приступаем к очередному уроку. По моим подсчетам он 31, если я не ошибаюсь. Сейчас попробуем в этом убедиться. Некоторое время назад я условно разделил нашу аудиторию на две группы. Группа А – это те, кто не знает букв, но хотят научиться читать на иврите. И вот им постепенно я на каждом занятии добавлял по паре букв. Вот и огласовки, и правила чтения. Пока, вот, некоторое время назад мы не дошли до полного алфавита. И группа Б – это те, кто уже умеют читать и знают основные правила, и имеют некоторый, пусть небольшой, запас слов. Вот, и, значит, обучая их, я могу опираться на то, что более или менее, ну, скажем, примерно хотя бы процентов 40 слов в читаемой, прочитываемой фразе, они сами прочитают и поймут. А относительно всего остального, значит, дальше идет разбор. Ну, поскольку я на самом деле вижу только тех, кто очно приходит на мои занятия, а есть еще, насколько я понимаю, большая группа тех, кто слушает меня в записи, это хоть и менее эффективно, но все же тоже полезно. Я вот сейчас думаю обратиться ко всей публике, ко всем, кому я нужен и интересен с таким вопросом. Если имеет смысл по-прежнему первые, скажем, минут 20 занятия давать для группы А какую-то элементарную грамматику, скажем, вместе прочитывать какие-то слова и объяснять элементарные правила иврита, самые начальные, например, что такое местоименный суффикс, где здесь артикль и для чего он нужен. Вот, если я получу отклик, что есть хотя бы человек 5, кому это будет интересно, в том числе и в записи, да, я так и буду делать. Ну, вот сегодня давайте немножко попробуем для группы А что-то дать. Вот, для группы Б сегодня, основную часть времени, мы будем читать отрывок из недельной главы, которую мы читали вчера. Глава называется Китиса. И отрывок этот идет не в самом начале, как я обычно делаю, потому что, значит, это отрывок, который прочитывают во время, это не Цибур, во время общественного поста. Телеграм, и более того, значит, там есть фразы, которые читаются в молитве будничной, Таханун, это молитвы о милосердии Всевышнего. Вот, давайте мы с вами, значит, во-первых, конечно же, в нашей группе, в Телеграм, я поставил файл, и, кроме того, я дал ссылку, значит, я ее повторю здесь. Так, что я демонстрирую сейчас, экран? Пока ничего, только вас. Пока ничего. Ну, что же вы молчите? Разве это интересно, смотреть на черный экран? Нет, вас видно. А, меня видно. Сейчас появится, сейчас появится. Сейчас появится, почти появится. Понятно, понятно, понятно. Так, сейчас я покажу вам. Моменту. Сначала я скопирую вам. Да, 31 урок, по моим данным. Вот, смотрите, сейчас я в чат вам поставлю. Хотя, на самом-то деле, есть у нас все это в группе в Телеграме. Так, сейчас минутку, что я должен сделать. Вот так, чат. Включаю чат. Ctrl V. Вот. Это материалы с объяснениями. С объяснениями, в частности, того отрывка, который мы сегодня будем разбирать. Вот. Хотя, на самом деле, там, ну, не совсем тот отрывок, но там важные и интересные сведения. Так, вот. И, во-вторых, во-вторых, ну, вот давайте я вам сразу поставлю весь словарь, который нам сегодня понадобится. Значит, это те слова, которые я счел нужным выписать. Но есть множество других слов, которые мы разберем по ходу урока без того, чтобы, значит, обращаться к словарю. Ну, потому что я считаю, что многим из нас эти слова известны. Если не все, то большая часть. Итак, сейчас я попробую. Вот так вот хотя бы это удлинать. Итак, книга Шмот. Одна из последних недельных глав. Сейчас вы видите текст, я надеюсь, да? Да, видимо. Итак, 34-я глава. Сначала первый пасук, первая фраза, обозначенная буквой Алиф, то есть один. Ва-йо-мер. Ва-йо-мер, это значит и сказала. Вот это вот ва в начале слова, или ве, или иногда бывают другие варианты. Это значит и. Теперь йо-мер. Корень этого слова Алиф-мэм-рейш. Алиф-мэм-рейш. Значит, биньян, биньян, то есть группа глагольная, это па-аль, то есть словарная форма этого корня будет амар. Па-аль, амар, то есть вместо букв пэй-айн-ламед, мы подставляем буквы нашего конкретного корня, алиф-мэм-рейш. И вместо па-аль получается амар. Итак, что значит амар сказала? А ва-йо-мер, значит, если мы посмотрим отсюда, йо-мер, это будущее время, поскольку в начале идет префикс, то есть перед корнем, и идет буква юд, это знак будущего времени. Так, ва-йо-мер, да, йо-мер, это буквально он скажет. То есть это форма будущего времени единственного числа мужского рода третьего лица. Теперь, повторяю, правило очень важное. Если перед глаголом идет вот это вот ва, оно означает не столько и соединительный союз, да, сколько значение, что будущее время переворачивается на прошедшее, а, соответственно, прошедшее на будущее. То есть, если бы было написано так, куда делся, куда, вот так, если бы было написано вот так, йо-мер, это значит, и, это значит, скажет, а ва-йо-мер, значит, и сказал. Следующее слово мы никогда не читаем так, как оно написано, ибо это имя Всевышнего, так вот оно обозначается, четырьмя буквами, юд, гей, вав и гей. Так? Не читается это слово так, как оно написано, и когда оно с огласовками такими, и когда с другими, и когда оно без огласовок. Когда мы читаем Тору, мы Всевышнего называем как А-до-най. Когда мы просто говорим о Всевышнем, мы вместо вот этого слова говорим Га-шем, Га-шем. Шем – это имя, Га-шем – это значит то самое имя. И вот, произнося здесь Га-шем, мы подчеркиваем, что здесь в сексе стоит то самое имя, имя из четырех букв, которое называется по греческим словам тетраграмматон, то есть имя четырехбуквенное. Итак, Вайомер А-до-най, Эль, Мо-ше. Эль – это значит к кому, к кому направлено действие. И сказал Всевышний кому? Мо-ше – это Моисей, да? Моисею, потому что я… Неудобнее использовать русский вариант имени, потому что этот вариант склоняемый. А сказать и сказал Бог Мо-ше, да? Ну, тут чуть-чуть путано получается. И сказал Бог Моисею. Значит, читаем это слово так. Буква Мэн, огласовка О. О, вот она, точка наверху, да? Дальше идет буква Шин. Мы видим, что это Шин, а не Син. Поскольку точка здесь стоит над правой ветвью, да? Огласовка три точки внизу – это Э-сэгол, Мо-ше. И буква Хэй на конце без огласовки и без точки не читается. Получается Мо-ше. И сказал Бог Моисею. Что же он ему сказал? Пэ-саль лэха шней луход. А-в-а-нин. Так. Пэ-саль. Мы видели три буквы. Это глагол. Глагольный корень, как правило, состоит из трех букв. Значит, это и есть корень. Корень этот тот же, что в слове пэ-саль, то есть идол из вояния. Значит, как называется скульптор на иврите? Пэ-саль. Тот, кто делает скульптуры. Еще, значит, этот корень используется иногда в значении сделать негодным, сделать некошерным. Лиф-соль. Пэ-суль испорченный. Но в данном случае саль – это императив, то есть повелительное наклонение. Это значит, вытеши, сделай скульптуру. Лэ-ха. Тебе. Сделай тебе. В иврите нет слова «себе». Но по-русски, конечно, логичнее будет «вытешить себе». Сделай себе. А буквально сделай тебе. Сделай себе самому. Шней. Шней – это два. Мы знаем, что шнаем – это два. Но когда говорится о двух каких-то предметах, например, шней лухот, две скрижали, то используется не форма шней, а форма шней. Теперь слово «луах» означает «таблица», означает «классная доска», а также означает «скрижаль», которая по сути тоже таблица. Шней лухот – две скрижали. Мы обычно пишем в этом слове вот здесь вот «вав», которое обозначает звук «у», но в оригинале в Торе здесь стоит другая голосовка для «у». Вот три точки по диагонали, которые поднимаются. Мы читаем справа налево, да, и точки поднимаются. Это «у», а голосовка называется «кунс». Да? Теперь окончание «от». Обычно оно пишется с «вав» с точкой наверху и буква «там», но здесь оно пишется без буквы «вав». Это что? Множественное число женского рода. Слово «луах» на самом деле – мужского рода. Но иногда бывает, что слово «мужского рода», а окончание множественного числа используется женского рода. Шней лухот – две скрижали. Дальше слово «аваним». Буква «алиф» имеет такую огласовку составную, которая состоит из горизонтальной черточки и двух точек. Эта огласовка называется «хатапатах». Это ультракраткая «а». Сама буква «алиф» не читается. Это первый слог. Первый слог мы еще не прочитали, потому что это огласовка не слогообразующая. Дальше идет буква «вет» и огласовка «камац». И вот первый слог, вот он. Ава. Дальше идет буква «нун» и огласовка «хирик гадоль», которая состоит из точки внизу и буквы «юд». Получается «ни». И вот эта буква «мэм» – «софит», конечная форма буквы «мэм», получается в результате «аваним». «Эвен» – это камень, «аваним» – это камни. Но здесь это прилагательно мы переводим. Лухот «аваним» – это скрижали каменные. Итак, «вытеши себе», то есть сделай скульптурно, сделай трехмерно, да, триди. «Тебе две скрижали каменные». Так, слово «эвен» – женского рода. То есть мы скажем «эвен гдола», большая каменюка, а не «гадоль». Вот, и даже несмотря на то, что слово женского рода, оно образует множественное число с помощью суффикса «им», который характерен для мужского рода. Тем не менее, «аваним», если бы это было существительным, писалось бы слово «аваним» и означало бы «камни», оно было бы тоже женского рода. Дальше идет слово «каришоним». Прочитаем. Буква «кав» – огласовка «камацка». Буква «рэйш» – огласовка «хириккатан». Точка внизу. «Ри». Дальше идет буква «алеф», которая сама не звучит, которая не имеет огласовки, хотя нет, вот она имеет, да? Нет, не имеет, не имеет, извините, это я перепутал. Буква «алеф» – и сама не звучит, и гласного не несет, тем не менее, она нужна здесь, поскольку она корневая. Вот слово «рош» означает «голова», «голова», «начало». «Ри-шон» – первый. «Ка-ри-шоним» – как первые. «Им» – это множественное число. Итак, «вытиши, сделай скульптурно, тебе две скрижали каменные, как первые». Это то, что говорит Всевышний Моисею. Так, замечательно, с группой «А» мы поработали. Я жду реакции. Есть у нас люди, ради которых стоило бы тратить время на разбор чтения или нет. Сейчас мы переходим к основной работе по тексту. «Ве-катавти» – «ве» – это «и», а также «переворот». «Катавти» – это «я написал». Я написал в прошедшее время. «Ва-катавти» – это «будущее». Получается «и я напишу». Это говорит Бог. «Аль-халухот» – «на скрижалях этих». Этих, потому что есть артикль «а». Здесь вот слово «лухот» без артикля. Со второго раза начинаю, уже идет артикль, показывающий, что это именно о тех самых скрижалях идет речь. И я напишу на скрижалях «Эт-гадварим» – слова, те слова «ашэр-гаю», которые были. «Аль-халухот» – «на скрижалях гаришоним первых». «Ашэр», которые «шибарта». «Шибарта» – «корень шинбет-рейш» означает «сломал», «разбил». «Который ты разбил». Смотрите, «корень шинбет-рейш» может реализовываться в «паале». «Шабар» – это значит «сломал», а может в «пи-эле», как здесь. «Шибар» – «шибар» – это значит «сильно сломал», то есть «разбил на мелкие части». Если корень есть в «паале» и в «пи-эле», в «по-эле» означает «простое действие», а в «пи-эле» – «усиленное». Обычно так, как правило, так. Читаем дальше. «В-г-е-нахон». «В-г-е-е» – «г-е» – это «будь», как «и-г-е-е», точнее, поскольку здесь прошедшее время, то «г-я». «В» – это тот же самый союз соединительный плюс переворот с прошедшего времени на будущее. Но гласок здесь «э», а не «а-к». «В-г-е-е» – «будь нахон». Слово «нахон» тот знает иврит современный, знает, что это значит «правильный». И «будь готов» в данном случае, как «пионер». «Ла-бокер» – что такое «бокер»? «Утро». «И будь готов к утру». «Ве-а-лита» – «и поднимись». Корень здесь «ай-н-ламед-г-е». Из-за этого «г-е» тут появляется «и». «И» – «ты поднимешься». «Алита» – это «ты поднялся». «Ва-алита» – это «и ты поднимешься». «Ва-бокер» – «в утро», то есть утром. «Эль-гар-синай» – «на гору Синай». «Ве-ни-цавта» – сначала форма. Значит, форма «ни-цавта» – прошедшее время. «Ты предстанешь». «Ты предстал». «Ве» – переворачивает, и «ты предстанешь». «Колен здесь» – «нун-цади-вет». Посмотрите, в словаре я это вам дал. «Ни-цав». «Какая форма» – это «биньян» – «ниф-аль». «Ни-цавт» – «в данном случае» – «нун» – «нун» – это «нун» от «ниф-аль», а потому что «нун» – «корневой» – «выпал». Дальше мы увидим это же слово в другом «биньяне» – «вен-цавта». «И предстанешь» – «ли» – «мне» – «передо мной». «Шам» – «там» – «аль» – «рош» – «на голове», то есть буквально на вершине «а-ар» – «на вершине горы». «Вэ-иш» – «и человек». «Ло» – «я-але» – «не поднимется». «Я-але» – «я-але» – «вы видим здесь корень айн-ламед-хэй» – «поднимется». «Юд» – «это простое будущее время», поскольку «ваб» здесь нет, ничто не переворачивает. «Имах» – «это что такое?» Это значит «им-ц», «ах» – «ты с тобой». Мы говорим в мужском роде «им-ха», а в женском роде «им-ах», но иногда это путается. Иногда как бы форма женского рода означает мужской род, конечно. Муше обращается к Моисею и говорит ему «с тобой», имея в виду, конечно, мужской род, но по форме это женский род. Значит, здесь написано «им-ах», мы используем обычно другую форму. Мы используем форму «эт», да? Например, мы скажем с тобой «ид-ха», но можно сказать и «им-ха». «Вегам-иш» и также «человек», слово «иш» – это «человек», да? «иш» пишется «алеф-юд-шин», а «иша» пишется «алеф-шин-хэй». В слове «иша» нет «юд», а в слове «иш» нет буквы «эй». Буквы «юд» и «гэй», если написать их вместе, это одно из имен Всевышнего. Мы говорили, что вот это имя, да? Но первые две буквы «юд» и «гэй» – это тоже как бы имя Всевышнего, да? То есть при правильном союзе мужчины и женщины, да, когда они вносят в свой союз божественность, да, получается все нормально. Если же этого нет, да, если из слова «иш» убрать букву «юд», а из слова «иша» убрать букву «эй», остается «алеф-шин», то есть «эш». «Эш» – это огонь в ламе, все сгорит. «Вегам-иш» – «аль-е-ра». Слово «аль» в данном случае – это отрицание, такое же, как «ло», те же буквы, но используется вот эта вот форма «аль» в императиве и в будущем времени. «Е-ра» – здесь корень «юд», «р», извините, здесь корень «рэйш», «алеф», «гэй». «Гэй» выпадает. Что такое «ра-а»? Это «увидел». «Е-ра» – это «будет увидеть». И человек не будет увиден. «Бехоль-хагар» – на всей горе, то есть никто не поднимется с тобой, чтобы никого и видно даже не было, да? «Гам» – также. «Га-сон». «Сон» – это стада мелкого рогатого скота. «Козы» – овцы, козлы и бараны. «Сон» – слово стоит в форме единственного числа, но обозначает всех мелких рогатых скотин. «Ве-а» – «бакар». Слово «бакар» означает как «бык», так и «стада» – крупного рогатого скота. Мелкий, некрупный скот. «Аль-ер-у». «Аль» – это отрицание. «Е-ру» от слова «ра-а» через «а-ин». Здесь мы видим слово «рейш-а-лев» – «гей» – «гей» выпал. Здесь мы видим слово «рейш-а-ин» – «гей». Слово «ра-а» через «а-лев» – видеть. Слово «ра-а» через «а-ин» значит «пастись». «Не будут пастись» – ни мелкий, ни крупный рогатый скот. «Эль-муль» – это «к», «муль» – это «напротив». То есть «напротив». «Агар-горы» – «агу». «Гу» – это «он». Слово «гар» – как мы знаем мужского рода. «Гар-гагу» – это «горы Этой». Вот такой перевод. Кстати говоря, перевод. Ссылку на перевод я вам давал, но могу дать еще раз в чате. Вот то, что я вам хотел показать из Ханайма. Нам важно вот эта вот четвертая часть «Золотый телец». Текстуры и комментарии. А вот Тора с комментариями. Я дам вот эту ссылку вам на чат. Так, а как мне сюда выйти? Так. Так. Извините, извините. Как я должен выйти на эту конференцию? Так. Я сделал «Ctrl-C». Как мне выйти на конференцию? В чем сейчас вопрос? Так. Как мне выйти на чат? Вот отсюда, наверное, да? Чат у тебя сверху. Посмотри. У тебя меню перешло на «Р». Там есть «Моры» и «Три точки». Там есть «Чат». Да, да, есть. Так, а теперь, как мне, к чему мне вернуться? Ну, давайте я… Вернуться куда? Вот, это хороший вопрос. Ну, давайте вот к этому тексту. Так. Получили ссылку, да? Есть. Так. 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 «Эль-Муль-Арау». Так. Точно. Точка. «Ва-Ив-Соль». Тот же корень «Пей-Самэх-Ламет», что вот здесь. «Саль» – это императив. Вытеши. «Ва-Ив-Соль». «Юд» – это будущее время. «Ив-Соль» – это ты. Пардон. Он вытесал. «Ва-Ив-Соль». Нет. «Ив-Соль» – это ты. Он вытешит. А «Ва-Ив-Соль» – он это сделал. Он вытесал. Кто? Моисей. «Шинэй лохот аваним». «Каришу ним». В точности, как было сказано здесь. «Две скрижали каменные, как первые». «Ва-Яшкэм» – и проснулся. Встал, пробудился. «Моше вабокер» – Моисей утром. «Ва-Я-Аль» – и поднялся. Обратите внимание, что слово «аль» и слово «але». «Алев-Ламет-Эй». В общем-то, однокоренные. «Эль-Гар-Синаи» – «Нагару-Синаи». «Ка-Ашер» – таким образом, как. «Как цива» – это «заповедал», «приказал». Это имя Всевышнего, «Гашем» – «О-То». «Как заповедал Бог ему». Так мы переводим. Но здесь буквально «О-То» – это «его». Как управлял Всевышний им. Хорошо. Смысл понятен. «Ва-И-Ках» – «Ках» – это «взял». «Ва-И-Ках» – и «взял». «Бе-Я-До» – «в руку его». То есть Моисей в свою руку. «Шней-Лухот» – «две скрижали». «Аван-Им» – «Ой, извините». Это я что-то намудрил. Это не должно быть. «Две скрижали каменные». «Ва-Е-РЭД» – «И спустился Гашем» – «Бог». «Бе-Ан-Нан» – «Ан-Нан» – это «облако» – «в облаке». Вот, начиная отсюда, идет отрывок, который мы читаем в утренней молитве и в дневной молитве. Это «Хан-Нун» – «В будние дни». «И спустился Бог в облаке». «Ва-И-Т-Я-ЦЕВ» – тот же корень, что из «Мит-Зав». «И-Т-Я-ЦЕВ» – «какой здесь биньян» – «И-Т-Па-Эль». То есть то, что мы обычно переводим с частицей «ся». «И предстал ся», то есть «сделал так, чтобы его увидели». То есть «направил действие на себя самого». «Представил себя имом» – «с ним». Я даю буквальный перевод «шам» – «там». «Там» – «на горе». «Ва-И-К-РА» – «И-ВА-З-З-ВАЛ». Слово «КУФ-РЭЙШ-АЛЕФ» – «КА-РА» означает «позвал», а также «почитал», а также «назвал». «БЭ-ШЕМ» – «ВЭ-ШЕМ» – «И-Произнёс в имени буквально». То есть «И-МЕНЕМ». «БЭ» – это не только «В» внутри, но и творительный падеж. «БЭ-ШЕМ-А-ШЕМ» – «И-МЕНЕМ Бога». Ребята, здесь довольно трудно понять смысл без комментария, без объяснения. Комментарии я вам дал, вы можете посмотреть и сами найти. Вот сейчас моя задача – дать буквальный перевод. Маленькое лирическое вступление. В чём заключается смысл сегодняшнего занятия, прошлого занятия неделю назад, да? И, наверное, ближайших занятий в ближайшем будущем. Мы берём текст Торы, разбираем слова, сравниваем с переводом, который нам даётся, и таким образом выясняем, что означают те слова, которых мы, возможно, не знали. Вот те слова, которые я выписал в словаре, я выделил жёлтым. Те слова, которые мы будем, надеясь, будем разбирать, но я их не выписал в словаре, я дал зелёным. Такой метод работы, когда мы берём текст и перевод, и уже в тексте мы большинство слов понимаем, а методом интерполяции выясняем, что означает слова, которых мы не понимаем, он применим, в принципе, к любому тексту, но эффективность изучения иврита именно по священным текстам гораздо выше по двум, как я думаю, причинам. Причина одна из которых объективна, другая субъективна. Объективная причина в том, что чем более дословный перевод нам дан, менее художественный, тем более применим вот этот метод. Как правило, переводы Торы даются достаточно точные. Должен вам сказать, что тот перевод, который я использую, вот этот, он как раз не настолько дословный, насколько он мог быть, поскольку он ставит своей целью объяснить комментарии, комментарии Раши, комментарии Сон Чино. Вот, но в целом можно найти и другие переводы, и это даже стоит сделать. Это было бы очень интересно и сравнить переводы, и посмотреть, какой из них более дословный, а какой более художественный. Вот, но все же, все же перевод текста Торы гораздо более дословный, чем перевод какого-то текста художественного. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что Всевышний помогает тем, кто изучает священные тексты, в частности, тем, что помогает им понять и разобраться с ивритом, с языком священным. Я считаю, что это причина, основная причина Торово, что я знаю иврит и могу его, как видите, даже преподавать. Это то, что в свое время я больше не по учебникам, а именно по Торе учил язык. Ну, в прошлый раз я рассказывал, как это происходило. Возвращаемся к нашему тексту. Так. «Ваикра бешем ашем». И возгласил именем Бога. Буквально так. Что это значит? Я сейчас не объясняю. Это не моя задача. Я даю вам дословный перевод. «Ва я авор». И прошел. «Авар айн бетрэш». В прошедшее время называется «зман авар». И слово «еври», от которого русское «еврей», тоже от этого корня. А еще от этого корня, знаете, какое слово? «Авария». «Аварян» – это тот, кто... «Перешел правило», то есть нарушил правило. Снова имя Всевышнего Ашем. «Аль панав». «Аль» – это буквально «на». «Панав» – это от слова «паним». «Паним» – это лицо. «Панав» – это лицо его. Слово «панин». И, соответственно, слово «панав» – его лицо. Само оно по себе имеет форму множественного числа. Нет единственного числа. Слово «панав» – это слово «лицо». «Ва икра» – и произнес, и провозгласил. И что же он провозгласил? Дальше идет текст, известный как «13 атрибутов божественного милосердия». Ну, я показал вам ссылку, да, который будет дальше. Это где дальше? Здесь есть это или нет? К сожалению, этих слов тут нет. Но комментарий вы найдете. Комментарий стоит посмотреть. Он весьма интересный. Но пока считаем до 13. Итак, «Ашем», «Ашем» – имя Всевышнего повторено здесь дважды, да? Ну, все-таки я не удержусь и дам вам объяснение. Почему два раза обращается, а кто обращается, тоже, кстати, непонятно. То ли сам Всевышний произнес эти слова, то ли он дал их муше, чтобы муше их произносил или передал народу. Но считается, что обращение в Цибуре, в обществе, в общественной молитве. Именно этими словами, упоминанием 13 качеств божественного милосердия, по Всевышнему не остается без ответа. Итак, почему есть два раза? Всевышний милосерден до того, как человек совершил прегрешение, но и после этого он милосерден даже к грешнику. Следующее слово «эль». «Эль» – это буквально божество. В данном случае мы имеем в виду нашего Бога. «Рахум» – «Рахум» – «Милостивый». «Вле ханун» – «Ханун» – «Милосердный». В комментарии разъясняется, чем одно качество отличается от другого и далее. Те слова, которые, например, здесь, могут быть синонимами, контекстными синонимами, они имеют каждый определенный оттенок и что-то конкретное говорит это слово. Дальше. «Эрех апаим». «Эрех» – это буквально от слова «арох» длинный. «Апаим» – от слова «ав». Слово «ав» – это нос, и слово «ав» – это гнев. «Гнев» в данном случае во множественном числе. «Эрех апаим» – это здесь имеется в виду «долготерпимый», то есть тот, который долго ждет, прежде чем рассердиться, чем вспылить. «Ве рав хесед». «Хесед» – это «милосердие». «Рав» – это «имеющий много». «Рав хесед» – это тот, кто имеет много милосердия. «Ве эмет». «Эмет» – это «истина». Это тоже качество Всевышнего. Продолжаем в «пасуке», в фразе номер «зайн 7». «Ноцер хесед ла алафим». «Ноцер» – давайте посмотрим в словаре, что нам дает словарь. В данном случае я пользовался словарем «ирис», который и вам советую. То же самое, что «шомер» – «охранять», а также ставить на предохранитель. Но это для оружия. «Ноцер хесед» – «хранящий». «Ла алафим» – «тысячам». Имеется в виду не «тысячам людей», а «тысячам поколений». «Ноцер хесед лафим». 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 Означает то же, что в русском языке «нести». «Перемещать», «вынести». Но есть и другие значения у этого корня. Например, «жениться». Слово «авон» – слово «феша» и слово «хэт», или в данном случае форма «хата», они означают разные формы. Значит, это может быть… Давайте посмотрим вот здесь. Слово «авон» – это правонарушение средней тяжести, грех. «Пеша» – это преступление умышленное. «Хэт» – слово «мхэт» означает «грех неумышленный». Например, человек закурил в субботу, забыв, что это суббота. Не дай Бог, конечно. Лучше не курить. Так? Продолжаем. «Авон» – это разные степени преступлений. Дальше. «Ве-наке» – слово «наки» – чистый. «Ле-накот» – вычищать, наводить чистоту, чистоту и порядок. «Ве-наке» – это буквально «и очищающий». А дальше из-за слова «ло-енаке» – «и не очистит». Ну, без объяснения мы не поймем, что это значит «и очищающий не очистит». Имеется в виду, что Всевышний очищает от греха рассказавшегося. «Это что-то мне?» Нет, это «фон», наверное, да? А «ло-енаке» – имеется в виду, что Всевышний не очистит от греха того, кто в этом грехе не расстоялся. Продолжаем. «Алло-алло-алло». «Алло-алло, так, слышу разговор фоновый». Так, да, все понятно. Продолжаем. Дальше. «Покед» – вот это слово «покед» – тот же самый корень, что в слове «покид» – «служащий». «Покеда» – «служащая». «Лехавкид» – это, например, внести деньги на банковский счет. Ну, давайте посмотрим, что нам предлагается. «Покад» – «приказывать», «командовать». Ну, пересчитывать, проводить перепись, а также посещать, навещать. Ну, что же, подходит. «Авон» – слово «авон» – вот оно, грех, да. «Авот» – отцов. «Ав» – это отец. «Альбаним» – на сыновей. «Веальбнейваним» – и на сыновей сыновей. То есть, засчитывающий грех отцов на детей и на внуков. То есть, когда Всевышний рассматривает дело человека, он принимает во внимание заслуги предков, если они есть. Но если этот человек уже во втором или в третьем поколении повторяет тот же самый грех, «Авон» – «авот», то тогда заслуги предков на него не распространяются. Дальше сказано «Аль-ши-лей-шим» на третье поколение. Мы видим тот же корень, что в слове «шалош» – «три». «Веаль-ри-бе-аим» – «Рева» – это четверть, «Арба» – это четыре. «Арба» – «Арба» имеет четыре колеса. «До третьего и четвертого рода» – здесь буквально повторение того, что сказано в десяти причинениях, в десяти заповедях. До третьего и четвертого рода, но там отмечено более четко тех, кто ненавидит меня. То есть, если в роду есть три и четыре поколения людей, которые совершенно не обращают внимания на заповеди, то род пресекается. К сожалению, это так. Не будет евреев уже в пятом поколении. Они просто не будут евреями. Точка. Вот здесь кончается цитата. Вот эти фразы, начиная отсюда, так-так-так-так-так, вот отсюда, с пятой фразы, вот досюда, вот эти фразы входят в молитву Таханун. А мы с вами продолжаем. «Ва-и-Магер». Слово «магер» наверняка израильтянам известно, быстро. «Ва-и-Магер» и поспешил. Моше, Моисей. «Ва-и-Код-Арца» и поклонился. До земли «эрец». Это земля Арца к земле. «Ва-и-Штаху» и преклонился. «Ги-Штахавот» это поклоняться. Так. Ну, здесь перевод. А давайте посмотрим, что нам в конце концов. Что нам терять. Давайте посмотрим перевод. Да. Так. Нам нужна 34 глава. Вот она. Так. Вот, кстати говоря, вот то, что мы прочитали, разобрали. Давайте прочитаем. «И не сшел Господь в облаке», то есть спустился, «и стал при нем там», поскольку здесь большой буквы, он описан «нем», это имеется в виду «при воде». Да. Это вот перевод подчеркивает. «И возгласил имя Господне». Значит, тот, кто не знает, при щелчке мы открываем комментарий, комментарий Раши или комментарий Санчина. Есть, да. «И прошел Господь пред его лицом и возгласил, Господь есть Господь, сильный, милосердный и милостивый, долготерпеливый и великий милостью и истиной. Он хранит милость для тысяч, снимает вину и преступления, и прегрешения, но без кары не оставляет. Он поминает вину отцов, сыновьям и сынам сыновей до третьего и четвертого поколения». Мы прочитали с вами дальше. «И поспешил мушей, поклонился до земли и полниц». Вот как здесь переведено. «И код и иштахаве». «Вайомер и сказал, им, им это если, через алиф, на, на это пожалуйста, это просьба, мацати, корень мен цади алиф, находить». Слово «маца», то есть те плоские лепешки, которые заповеданы нам есть в праздник Песах, пишется по-другому, и здесь корень другой. Кстати, о маце спрашивают, «А что должен есть человек, у которого подозрение на коронавирус?» Не про нас будет сказано, да? Раф отвечает «мацу». «А что, это поможет?» Раф отвечает «нет, но по крайней мере можно просунуть под дверь». «Имна мацати хэн». Хэн – это милость. «Если нашел я милость», «бэ айне ха» в глазах твоих, «маца хэн бэ эйнай» это буквально «понравился кому-то», да? Буквально это значит «нашел симпатию в глазах чьих-то». «Если я нашел благоволение в глазах твоих», «эйне ха» это Моисей говорит Богу. Дальше здесь слово «адонай» написано так, как звучит. «А не вот так», как обычно написано, когда мы читаем именно это слово. Так? «Если нашел я милосердие в глазах твоих», буквально это слово может быть понято, как «господин мой». Более точно, «господа мои» это слово, так же, как слово «элоким» стоит в форме множественного числа, но прилагательные глаголы принес всегда стоят в единственном числе, да? И в «шма», когда мы читаем «адонай элухейну», «адонай эхад», да? Мы понимаем, самое главное, понимаем и переводим, это Бог, Господин наш, Господь наш, Бог един. Итак, форма, хоть форма стоит в множественного числа, мы имеем в виду единого Бога, да? Итак, если я нашел милость в глазах твоих, «елех» пойдет в множественное, извините, в будущее время, единственное, конечно, число, мужской род, третье лицо. «Пойдет, пожалуйста, пусть пойдет, опять же, Всевышний, пусть придет, пройдет, пусть пойдет мой господин, бекир бэйну в среде нашей». То есть пусть Всевышний по-прежнему продолжает вести еврейский народ сам, пусть божественное присутствие проявляется в среде евреев. Тет. Вайомер и сказал, «Имна мацати хен бэйнеха ашем», а, так, это мы читали, да, 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 «Елех на ашем бекир бэйну». Вот так. Вот отсюда. «Ки», «Ки», потому что «Ам» — это народ, «Кше Ореф», «Кше». «Кше» — тяжелый, жесткий, «Ореф», слово «Ореф» называется «шея» и «затылок». «Пекуд», а «Ореф» — это слово «тыло». «Ам», «Кше», «Ореф» — народ жестоковыйный, «выя», как мы выяснили, это «шея». У нас был небольшой спор с Натаном, используется ли это слово сейчас. Да, конечно, это слово устаревшее. Вот, но означает оно вот эту часть. Почему именно это слово, этот термин означает «жестоковыйный»? Имеется в виду тот, кто поворачивается затылком к тем, кто дает ему добрый совет и упрекает его в чем-то. Итак, «Амкше» — «Ареф» — народ жестоковыйный, «гу», «он», имеется в виду, конечно, евреи. «Ве салахта» — «салах» — это «простить». «И ты простишь». «Ла-аво-нейну» — грехи наши, «ну» — это «наши». Обратите внимание, что это слово читается «ла-а-во-нейну». То есть это не огласовка «о» — буква «вав» с вроде бы точкой наверху, а буква «вав», у которой огласовка — это только точка. Иначе у нас получилось бы, что буква «айн» имеет две огласовки, чего быть не может. То есть одна огласовка стоит внизу, другая стоит после. Поэтому корень здесь мы видим, «авон», как у нас уже было вот здесь выше, «грех» — «ла-авон-нейну». Это «наши грехи». «Ул-ха-та-эйн» — «ул-ха-та-тэйну». И «наши опять же грехи». Здесь слово «авон», здесь слово «хэт». «У-не-хал-та-ну». Вот здесь это несколько другое слово, которое я вам сюда выписал. Так. «Нахаль-линхоль». «Получать наследие или давать в наследие». А что нам дает перевод? «Возьми нас себе в удел», то есть «унаследуй нас». «Нахаль-отану». Вот что это слово здесь означает. «У-на-хал-тану». Так. Где мы? Здесь. Так. «Вайомер» и сказал. «Гинне». Вот. «Анухи корет брит». Я заключаю союз. Значит, «брит» — это слово означает и обрезание, поскольку это заключение союза. Но «брит» — это что такое союз? Это договор двух сторон, каждый из которых берет на себя обязательства. Используется вот этот глагол. «Корет» — буквально «разрубить». Слово «корет» в прямом означении. Это отрубление. Отсюда «корет», как, не дай бог, приговор об отрублении личности. А «корет брит» — это заключаю союз. Вот я, «анухи» — это как они, заключаю союз. «Негет коль амха». «Негет» — это против, а также напротив. В данном случае, конечно, не против в значении «не за против», то есть «на глазах», то есть «перед всем народом» Коля Ам, «ээсэ», «ээсэ» я буду делать, «нифлаот», «нифла», как «пелэ», «пелэ», «пэйламид алиф» — это чудо, «нифлаот», «чудеса». «Ашэр», «ло», «ниврэу», «которые не были созданы». «Нивра» — тот же корень, что в первой фразе, Берешит Бара Элуким создал, создал из «ничего», «которые не были созданы». «Бехол на арец» — «на всей земле». «Увэхоль аго им» — «и во всех народах». Слово «гой» означает не что иное, как «народ». «Ве раа кольгаам» — «и увидел весь народ». «Ашэр ата векирбо» — «который ты среди него» — это говорит Бог Моисею, «и увидит весь народ, среди которого ты находишься». «Эт маасэ» — «дела». «Маасэ» — отсюда идишское слово «майса», то есть то, что происходит, то, что делается. «Гашэм» — то есть деяние Бога, дела Бога. «Ки» — «нора» — слово «нора», вот так вот пишется через «алев». «Страшный, грозный, величественный». «Емим нора им» — это «ирошишаная» и «емкипур». «Гу» — «великие, страшные, грозные они» — «маасэ» — «хэм». Ибо, как это понять? «Гу» — это, наверное, имеется в виду Всевышний, потому что «велик» — «он», потому что «грозен» — «он». Ну, давайте посмотрим, что нам даст гребут. Так. Но здесь слово «гу» относится к деянию, к «маасэ», а не к слову «господа». Ну, давайте так считать. Так. «Ки норау» — «ашэр», который «они», «осэ» и «мах», которые я делаю с тобой, с тобою. То есть не для тебя, а с тобою вместе. Ну, ребята, немножко времени у нас осталось. Если нет вопросов о пройденном материалу, мы можем еще немножечко посмотреть кое-какие слова. Нет вопросов? А можно один вопрос? Можно. Вот это имя четырехбуквенное. Да. То есть, когда мы читаем Тору, мы заменяем, и в молитве заменяют евреи. А когда просто разговариваем, то надо говорить о шеме. Да. И провести эту грань, что вот тут надо, а тут можно сказать так, а тут так. То есть, можно всегда говорить о шеме, даже когда Тору читаю. Ну, в принципе, наверное, да. Когда Тору читают, именно исполняя заповедь чтения Торы, то есть евреи в Миньяне, в Синагоге, конечно, они читают имя так, как я его прочитал. Или когда, скажем, говорим мы молитву или благословение, мы читаем А-До-Най. Ну, или, скажем, когда я цитирую вам Тору, я тоже могу прочитать имя, как оно должно читаться при чтении. Но если я просто рассказываю что-то про Всевышнего, и вот Гошем призвал Моисея и сказал ему так-то и так-то. Я использую слово Гошем. Примерно так. Ответил? А если я читаю Тору и с чем-то еще правильно разговариваю? Или мы что-то обсуждаем об этом? Ну, если вы цитируете Тору, скажем так, если вы хотите прочитать отрывок из Торы именно так, как он написан, и читаете полностью посолка, а не кусочек, да, то есть от начала до конца, хотя бы одну фразу, вы можете прочитать имя Всевышнего, как оно читается при чтении Торы. Вообще будет безопаснее просто сказать Гошем. Это всегда можно. Спасибо. На здоровье. Ну вот еще некоторые слова, которые я тут выделил. Другое имя, а множество, когда букву Г заменяет на К. Да, Эллоким мы говорим, когда речь идет о Всевышнем. Да, да, да. Эллокейну наш Бог. Но если это слово, оно иногда редко в Торе имеет другое значение, например, судьи, да, тогда оно читается Эллогим. И иногда оно применяется как бы к несуществующим богам других народов. Тогда мы тоже читаем это слово Эллогим, как оно написано. Да, но когда это имя Всевышнего, да, мы подчеркиваем, что Бог для нас значит все вместе, вкупе. То, что разные боди, все боди, весь сон богов для других народов. Вот как-то так. Вот я хотел обратить внимание еще на несколько слов. Ну, что успеем, то разберем. Слово Горэш. Ле Горэш – это отослать от себя. Герушин – это развод. Горуша – это разведенка буквально. Вот это очень важное слово Пен, которое переводится довольно точно по-русски. Вот это слово Мокеш – это западня, засада. Вот это слово Зану – то же самое слово, что в Шма Ашер Атем Зоним Ахареем. То есть блудно ходить. Слово Зона – это, в общем-то, блудница. А здесь это глагол. Слово Масеха означает маска. Элогей, кстати говоря, вот это имеется в виду боги, боги других народов. Масеха – боги маски. Что это такое? Это изображения литые или кованые, то есть пустые внутри, представляющие собой как бы маску. Так? Есть, скажем, идолы, вытесанные из камня или из дерева, или из куска металла, а есть такие, которые как бы чеканные. Значит, как бы маска, которая может быть надета на лицо, может быть и так. Обратите внимание, что маска и масеха таки, да, похожи. Так? Слово Петер – разверзает. Петер – рехен, раскрывающий у трубы, раскрывающий матку. Вот интересное слово Ва-Арафто. Эгла-Аруфа – это телиться с проломленным черепом. Ну, отсюда, очевидно, имя Арафат. Ва-Арафто – это означает «и проломите ей затылок». Так? Ей или ему. Ва-Им. Вот и ва-Арафто. А, ему. Да. Именно так. Хариш и кацир – это, соответственно, посев, сеянье и жатва. Так, вот. И слово Яхмод – то же самое, что Хамуд – милый. Отсюда имя арабское Махмуд. Милый, прелестный, да. И это слово в десятой заповеди звучит Лот-Ахмод. Не делай милым, чтобы не будет милым в твоих глазах. А мы переводим это как «не возжелай». Ну, вот, наверное, вот на этом мы закончим. Хотя есть еще несколько интересных слов. Вот. Ну, есть возможность еще вопросы задать, если возникли. Ну, спасибо за внимание. Всего наилучшего. И до новых встреч. Натан? Да. Окей. Я считаю, что это занятие было 31 номером, поэтому вот под этим номером ты его и подай, пожалуйста. Ладно? Мяухус. Спасибо. Продолжение следует...